Что свитектура стоит не маленькие деньги. Обычно новая свитектура стоит от 30 до 50 тысяч долларов. И главная причина, почему свитектура так много денег стоит, это в первую очередь, что свитектура надо написать не на бумаге, но на пергамент, на клав. На еврейском языке это клав, вообще это большое разногласие, как пергамент делают от животных. И это должны быть чистые животные, не кошерные животные, но чистые животные. Вы знаете разницу между кошерными животными и чистыми животными? Чистые животные это все виды, которые чистые, которые если режут по Аллахе, это станет кошерным. Но что касается пергамента, это можно использовать любой кожи от животного, который может стать кошерным после того, что зарезали. Но не обязательно, что кошерное зарезание. На самом деле, сухон говорят, что кожа от животных, которые сам умерли, когда пишут на эту свитектуру, там блестит, ктав, значит, с шрифтом блестит намного больше, чем если написали свитектуру на коже животных, которые зарезают. И вот есть обсуждение в решенном, если подготовка пергамента тоже должна быть отдельно для свитектуры. Значит, можно просто идти в любой магазин, купить пергаменты, или надо готовить специальные пергаменты. И как вы знаете, кто здесь участвовал в завершении написания тора, знает, что до того, человека пишет буква тора, человек должен говорить «Лешем сафа тора» или «Лешем к душах сафа тора». Надо написать, или надо готовить сафа тора «лишма». Надо готовить свитектуру, и все подготовки, которые для свитектуры, должны быть делены специально для этого цели. И есть вопрос, если это начинается с написания, или это тоже начинается подготовка пергамента. Поэтому, на самом деле, Шуханаух пишет, что евреи должны участвовать в этом процессе подготовки сначала, и надо говорить «Лешем к душах сафа тора». Есть обсуждение, если человек просто найдет клав, пергамент на свитектуре, и не знает, если готовили ли шмали, не готовили ли шмали, есть вопрос, если он может использовать или нет. Интересный другой момент, что, например, если софер имеет, много раз человек приходит к соферу, у него есть несколько кусок, куски пергамента, маленькие для мезузы, для тфилина, и для тора. И человек приходит к ним и говорит, что дай мне, пожалуйста, я хочу что-то нарисовать, что-то сделать такое художественное. такое. Или, например, написать мегиле на это. Это уже вопрос. Раз ты готовил пергамент, ты осветил пергамент для свитектуры, и ты используешь этот пергамент для цель, который может быть хорошей цель, это даже не на то уровень, как свитектуры, тогда это уже возможно, что это является проблемой. Ваше ханаде, мне кажется, что мы говорим о законе Исраиле, и фирах, и баа лам тора, митад, шнеемар, а доной хофеи, цима, цикл, ягдит тора, в ядир, крадиша, лисраэль, доной хофеи,